Всем привет, друзья! С вами Amway921, и наверное многие из вас замечают, что я в своих видосах очень часто обращаю внимание на HD-модельки. Я, поскольку имею художественное образование, мне прям вот дико это нравится. Интересно разглядывать, подмечать детали, и интересно знать, как их делают. С одной стороны, я понимаю, что это будет вряд ли интересно всем, и много просмотров под этим видео быть просто не может, потому что здесь нет эпичного настрела в танках, здесь никто не будет делать никакую тупость, над которой все будут ржать или типа того. А с другой стороны, мне, поскольку я инженер по образованию, мне всегда интересовал процесс создания чего-то. И здесь, как раз в этом видео, я постараюсь об этом вам рассказать. Если там хоть пять человек поставят лайк вот этим видосом, то я уже буду знать, что мои труды были не зря. Ну и последнее, прежде чем мы начнем, я не разбираюсь в HD-моделировании, я дилетант, я не разбираюсь в программах, где это все делается, и данное видео не будет являться каким-то типа научным для специалистов. Это просто для зевак, для тех, кому интересно, для тех, кто со стороны хотел бы на это все немножко посмотреть. Ну а перед нами сейчас крутится модель танка Nameless. Ее автор, художник из Wargaming Андрей Сарафанов, он делал презентацию совсем недавно на какой-то конференции разработчиков игр, где это все и показывал, и рассказывал. Я случайно наткнулся на эту презентацию, и прям загорелся идеей сделать об этом видосик. Если что, данный танк у нас правда есть в игре, правда не у нас, он есть в Юго-Восточной Азии. Там, где японцы играют, корейцы и так далее, не Китай. Для них это кое-что значит, танк из аниме, там, с соответствующими танкистами и так далее. Смысл в том, что это реально существующая модель танка в игре. И смотри, сколько здесь деталей, а как их все делают. Ну чтобы к этому прийти логически и узнать всю цепочку, особенно интересно будет начать сначала. Когда-то в игре World of Tanks танки не были в HD. Я думаю, многие даже это очень хорошо помнят. Они были в SD-качестве. Такие модели отличаются от HD-моделей тем, что у них меньше полигонов. Полигон в моделировании это маленькие треугольнички. Любую форму можно сделать из маленьких треугольничков. И чем этих треугольничков будет больше, тем форма будет передана лучше. Но мы не можем бесконечное количество треугольников сделать на модель, потому что иначе игра такая просто не запустится на слабых компах. И поэтому всегда есть баланс. Или мы делаем мало треугольников, но быструю игру. Или игру производительную, такую тяжелую, но много треугольников. Например, вот так модельки выглядели раньше, в 2010 году. Здесь примерно от 5 до 12 тысяч этих треугольничков. Сейчас такие модельки используются даже и в мобильных играх. То есть уже даже телефончики такое тянут. Ну а нам подавай козырную графику. И начиная с 13-го года Wargaming вступил на скользкий путь переделывания всех там почти 400 моделей танков в HD. И вот тут на картинке отчетливо видно, где сколько треугольничков используется. Сколько их было слева, совсем чуть-чуть, да, те же там 5-12 тысяч. И справа, как будто бы в 5, в 10 раз больше. Сколько, по-вашему, здесь треугольников может быть? А здесь сколько? Думаете, в этом танке меньше, чем в прошлом, чем в С4? Вроде бы танк плоский, да, и треугольников можно было использовать бы меньше. Но нет, 50 тысяч треугольников примерно сейчас используются в разных моделях. Ну там, от танка к танку, само собой. И чтобы такую модель сделать художнику, нужно 2-3 месяца. Представляете? Плюс, для нового рендера они используют уже теперь не только 4 слоя текстур, а целых 6. Альбедо, глосснес, металлнес, нормал, эмбиент окклюжен и камуфляж. Ну, не хочу это все переводить, никому ничего не скажут, но смысл в том, что чтобы все блестело и волосики шевелились. Делают, само собой, не только танки, но и разнообразные орудия с масками, с казенниками, со всей этой лабудой, которую рано или поздно мы где-то видим, особенно в танках с открытыми башнями. Если башни нет, да, проще, меньше работы, типа чуть легче делается модель. Но если танк имеет не одну башню, а две, а если эти башни еще и открытые, с детализацией внутри, там, с разнообразными пушками, все, что бы это сочеталось и, ну, не было исторически недостоверно. Короче, 350 танков, которые нужно было Wargaming сделать с 13-го года, и они окончили эту работу только сейчас, к началу 18-го. Это вот очень интересная картинка, она показывает, как все было хреново поначалу. Может быть, старые игроки помнят, что было такое время, когда ИС-3, например, его модельку, ИС-7 тоже, по-моему, чуть ли не в каждом патче правили. То вот под таким углом верхний бронелес, то под другим, то что-нибудь еще, то где-нибудь еще, сойдешь с ума, и мы не могли понять. Они что, не могут нормально, блин, один раз сделать, уже так сделать? А дело все в том, что к художнику танк поступал в виде вот таких вот двух пачек информации. Вордовский документ со всеми цифрами, измерениями и чертежами, и папка с картинками. Причем картинки были отсняты в разных музеях. Ну, допустим, один танк в одном музее там что-то имеет, этот же танк в другом музее что-то не имеет, какого-то элемента в нем нету. Размеры у всех танков бывают разные, их не делают на заводе микроэлектроники, эти танки их льют там где-то в спешке часто. Танки все по размеру разные, у каждого разный угол наклона, и где правильно? Где вот хотя бы то, что золотая середина? Вот и художник каким-то там образом на свое чутье, на свой художественный вкус и принимал решение. От того и получалось, что в одном месте там что-нибудь получилось под таким углом, типа как угол наклона верхнего бронелиста у Е100, и у Як-Панзера Е100 был разный. А как так? Танк-то одинаковый, база-то одна и та же. Вот все из-за этого. Да, конечно, и художник мог где-то ошибиться, и что-нибудь просмотреть, и разные люди это все делают тоже, там нужно согласовать все, состыковать. И в итоге они придумали некий такой механизм, где один человек, исторический консультант, все распределял, чтобы все было достоверно, и именно так. И вроде бы работа пошла без особенных косяков. Не заснули еще? Впереди нас ждет много интересного. Со временем для упрощения и ускорения создания модели, разработчики пошли дальше и поняли, что рисовать танки по картинкам бесит. Нужно их обфотографировать специальным методом фотограмметрии, и потом уже из тысяч фотографий специальной программкой слепить модельку. И так они делали очень много и часто. Это значительно упрощало и ускоряло процесс. Фоткали, кстати, не только танки, но и всякую другую лабуду. Бревна разнообразные, крюки, подкрылки, все, что хочешь. Со временем освоили и всякие тканевые элементы на танках, всякие мешки, подвижные маски, я думаю, вы тоже это отмечали. У Т-57 Heavy, например, отличная гофра под башней. Отдельный геморрой для разработчиков это камуфляжи, потому что они должны наноситься на танк, при этом не перекрывать металлический блеск, потертости, пыль и все остальное. Особенно это важно сейчас, когда кастомизацию ввели, краски и все такое. И потихоньку это стало принимать серьезный оборот, потому что камуфляж не должен быть отзеркаливаться где-то или по-тупому не состыковываться, а наоборот должен быть пластичным, должен быть понятным и легко использоваться на разных танках, масштабироваться, увеличиваться, уменьшаться, подразумевать какую-то слойность, то есть под него еще краску добавлять, плюс какой-то иметь запас на перспективу, мало ли потом что-то еще будет делаться. Глюки были само собой, да? Если вот неправильно что-нибудь посмотреть, то, например, раз и полоски то в одну, то в другую сторону на танки прыгают. А все потому, что камуфляж это не просто картинка, это чертово подери какая схема. Ведь любая текстура и камуфляж это картинка с размеченными областями, какой участок ее куда на танк наносится. И вот в этой вот жопе нужно правильно все расположить. А танков в игре почти 400. И камуфляжей там в X несколько раз больше. Ну ладно, пока никто совсем уже не уснул, сворачиваемся с камуфляжей, идем дальше. Самое интересное. А как делаются все эти следы резки металла, потертости, помятости? Неужели тоже треугольниками? Там ведь с ума сойдешь и текстурить. Нет, используются различные схемы, специальных программок типа ZBrush и прочее. То есть есть некая моделька, потом она усложняется, добавляются полигончики, и потом рисуется всякое разное естественное. Какие-то закусы резины, помятости металла, отбитости, дырки в металлах, какие-то сколы. Миллион всяких разнообразных повреждений бывает у танков, и все они каким-то образом свое отражение в игре находят. При этом правится не сама моделька, а некая такая текстура, которая потом запекается в одну общую и уже является частью модели. Точнее, очередным ее слоем, который при рендере будет учитываться. Блин, я говорю так сложно, уже сам перестал себя понимать. Но смысл в том, что ты просто берешь как бы кисточку, выбираешь толщину, она уже заранее знает рисунок, который тебе нужно нанести, и ведешь. И получается как будто бы прекрасный слой от того, как будто бы металл разрезали. Берешь, допустим, линию и рисуешь следы сварки. И так далее. Много разных танковых обычных дел. Помимо сварки и резки встречаются еще и на танках всякие тканевые элементы, сумки какие-то, чехлы, кожухи и что угодно. И все это не делается же, вот ты нарисовал танчик и одел его в ткань. Да, это все делается просто очередным слоем текстур. Они варьируются в блеске, в прозрачности, в матовости. И получается, что одно вроде бы металл, а другое вроде бы ткань, хотя это все просто одна текстура. Игра еще учитывает разные поверхности. Например, литой металл слева, такой пористый. Советские танки обычно такие вот. Или в средней, это катанный металл. Очень много немецких танков из него сделано. Резина, ткань и тому подобное. А как будь, если вот художник тратил свои два месяца, рисовал текстуру, потом к нему приходит маркетолог и говорит, нам нужно сделать логотип Wargaming на танке, чтобы его продавать какому-то ивенту. Художник такой мог бы сказать, вы что, с ума сошли? Я два месяца эту модель делал. Сейчас что, сначала с этой вашей эмблемой ее? На самом деле, конечно, все проще. Художник берет нужную картиночку, ее отредактировал, немножко помял, ну как будто бы она такая реально выбитая на танке. И в фотошопчик экспортирует специальную картинку, где общая текстура танка. Там размещает эту картинку, выбирает определенный слой с наложением, чтобы она не перекрывала существующую, а добавляла нового. И все, тяп-ляпы в продакшн. Ну в том смысле, что это не сложно, делается довольно просто, и в любой момент можно поправить, добавить или убрать. В итоге танк этой картинкой обтягивается, и его вот такой вот серый силуэт уже обретает рельефность. Не хватает лишь только цвета, ну и всяких там потертостей и прочего. То есть, эта штука называется картой нормалей. Она дает понимание игре, какой элемент танка будет блестеть, когда на него будет направлен свет с одной или с другой стороны. Ну наконец, цвет. Мы уже скоро заканчиваем, да? Просыпаемся. Цвет у нации у каждой уникален, и нужно было сделать так, чтобы танки одной нации были сразу легко различимы хотя бы по цветовому этому кодированию. И это правда важно, потому что раньше, например, советские танки, которые делали разные художники, могли отличаться по цвету. Он художник, он так видит, и договориться не смогли. Поэтому по ходу придумывались всякие там стандарты, чтобы художники, какие бы ни были на аутсорсе или в штате компании, следовали им. А эта картинка, как тебе, а? Немножко ломает в голове, да, представление? Особенно ИС-3 в немецкой раскраске. Варгейминга ИС-3 это танк эталон. Его модель используется для того, чтобы художники понимали, насколько глубоко можно забираться в дебри детализации, и когда пора остановиться, и в какие цвета красить другие танки. Все оттенки заранее известны, записаны, да, и на этом примере легко понять, какой нации и какой танк принадлежит. Ну и последнее, что я вам хочу показать из интересного, это то, как формируется цвет на танке, где-то металл блестит, где-то пыль, а какой порядок? Вот на этой картинке и нарисован порядок. Сверху над всем лежит пыль, потом естественная краска танка, потом грунтовка, под ней окислившийся металл и свежий металл под этим всем. То есть, чем глубже танк царапнуть, тем до более глубокого слоя ты доберешься. И чтобы более понятно, то весь слоеный пирог, текстур на танке включает в себя сначала, конечно, над пылью всякие там элементы, тросы, крюки, какой-то шансовый инструмент, фары и тому подобное. Затем пыль, причем пыль может быть динамической, она может добавляться, появляться еще больше пыли. Есть еще в камуфляжах в этих нынешних степень износа. Все это тоже дополняет очередной слой. Потом под пылью включается слой краски, потом включаются потертости, которые обнажают следы металла или грунтовки и все в таком духе. То есть, визуально понятно, что текстурка, картинка, она на самом деле не фиксированная, она живая. И она оживает как бы прям в игре. Прям в ангаре мы можем, когда меняем камуфляжи, менять наш слоеный пирог, текстур на танке, которые постепенно, сменяя одна другую в каких-то местах, обнажают либо металл, либо потертости, либо масляные подтеки, сарапины там, следы износа, прозрачность некоторых деталей танка, типа решеток там и тому подобное. И все в таком духе. И причем оно все делается для того, чтобы это легко мог прямо в процессе, прямо в игре, чего-то меняя на танке, включая какие-то там галочки, двигая ползунки, менять что-то в его окраске. Это, еще раз повторюсь, не статичная картинка, а динамическая. Например, они часто используют всякие маски. Те, кто хотя бы немного разбирается в фотошопе, знают, что это такое. Это участок, который не красит непосредственно. Это участок, который может быть либо темным, либо светлым. И в зависимости от тона, который он приобретает, он может иметь разные последствия для того слоя, на который он наложен. Короче, если нарисовать что-то черным, то оно получается как будто бы как пыль, а если белым, то как будто бы как самый базовый, яркий, чистый металл. Если ты двигаешь ползунок от белого к серому, ты как бы получаешь разную глубину царапины на танке. Либо нулевая глубина, да, это просто пыль, либо какая-то уже прямо серьезная, до самого блестящего металла. Причем, знаете, я не удивлюсь, если Wargaming однажды дадут возможность и пользователю самому свой танк царапать, например. Вот тебе гвоздь, да, вот тебе ангар, царапай. Наверное, это другие игроки, конечно, не увидят, потому что уж здорово, дофига информации нужно будет хранить о каждой текстуре всех игроков, но может быть свою собственную текстуру, вот такой вот танк, который ты сам и царапал, для себя ты будешь видеть. Кто его знает? Я бы, например, вот крупными буквами на СУ-100У написал бы все, что я о ней думаю. Ну и вот, в общем-то и все. Как вам? Интересно было? Лично мне бесконечно интересно. Я вот подобную всю инфу собираю сам с огромной ценностью, и если бы мне кто-нибудь так популярно рассказал, я бы уж точно поставил этому видео лайк, поделился бы со всеми друзьями, кого знаю, из тех, кто играет в танки, потому что интересно всегда знать, как же оно устроено. Покопаться, поковыряться, как формируются вот такие модели, например, для китайского рынка, Type 59 Gold. Теперь вы немножко ведь об этом знаете, да? Теперь вы понимаете, как был нарисован дракон на корпусе, почему он в одном месте блестит, а в другой матовый, как нарисованы следы или резки по металлу, как нарисованы всякие вмятины и дырки в железе. И остается только догадываться, что там еще Wargaming сделает такого, что позволит нам кастомизировать танки не только камуфляжами и красками, но и навестным оборудованием и какими-то элементами, бревнами, тентами и еще чем черт только ни ногу не сломит. Одновременно с этим становится понятно, насколько тут дохренища работы, насколько она непростая, но в то же самое время и интересная. Но если вам это видео показалось интересным, то вы знаете, что делать. Поставьте этому видео лайк, подпишитесь на канал, расскажите друзьям об этом видео, поставьте колокольчик и увидимся в других не менее интересных видосах. Всем хорошего настроения, пока-пока. Враг обнаружен. Цель охвачена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова